Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть в Spintires и, как вы помните, мы с вами в прошлой части решили заправить вот этот вот наш тягач. Вот, но, к сожалению, застряли вон там где-то в грязи. Вот, я даже отсюда вижу те комья грязи, которые мы с вами выбрасывали из-под колес. Вот, ну и мне, собственно говоря, удалось все-таки, удалось выехать. Вот, все, конечно же, цепляясь за елочки, за всякие, за деревья. И мы сейчас с вами должны заправить топливо-бортовой прицеп. Вот эту вот штуку. Вот, 436 литров. И, собственно говоря, и все. Вот. Вот. Сразу же пересаживаемся на нашу вот эту вот модель и едем от Седова. Вот, как вы помните, нам осталось тут буквально чуть-чуть до окончания этой карты. Вот. И это чуть-чуть, конечно же, может растянуться в худшем варианте. Надолго, конечно же. Вот. Мы с вами прекрасно знаем, что случается, когда мы спешим. И даже если не спешим, то все равно, да, вот он, вот он финиш. Но, к сожалению, вот, к сожалению, не всегда получается к этому финишу прийти. Вот. Ну что же, будем надеяться на то, что мы сегодня с вами все-таки туда доберемся, до нашей лесопилки не перевернемся. Вот. Хотя я посмотрел на Стиме. Есть такие вот достижения. Утопить автомобиль и потом его вытащить. Рыбак называется. Это, конечно же, занятно. Или одно из достижений перевернуть наносится урон водой. Да я вижу. Что ж поделать, что ли? Вот. Перевернуть грузовик на крышу. Что-то типа достижения называется перевернуться на уши или как-то так. Вот. Конечно же, мы с вами много достижений таких вот не достигли. Вот. Ну и мне кажется, что достижения тут в данном случае, это так все, знаете, в скобочках. Вот. Потому что, ну какое-то достижение перевернуться на крышу. Достижения, мне кажется, если не перевернулся, сделал рейс и доехал нормально. Вот. Хотя, конечно же, висели поменьше. Если бы мы с вами тут начали кататься туда-сюда. Я имею ввиду через крышу, через бок. Как на каком-нибудь дерби. Так. Хорошо. Давайте смотреть. Давайте мы немножко приостановимся сейчас где-то здесь вот. Какой красавец. Посмотрим, где мы находимся. Да, в общем-то, мы находимся с вами практически у цели. Вот. И в прошлый раз я помню, что мы как-то вот здесь вот, да, кажется, да. В прошлый раз мы вот здесь вот с вами ехали. Но теперь я вижу, что здесь вот будет большая проблема. Потому что у нас с вами большие бревна. Поэтому мы доедем как-то вот сюда. Давайте мы метку поставим. Вот. Доедем туда. И, наверное, все-таки там решим, подумаем, что же нам с вами делать. Или ехать в этот лабиринт. В узкое вот это вот место. И с этими-то бревнами, конечно же, это будет сложно. Откровенно говоря. Вот. Или все-таки попытаться поехать по прямой. По прямой через грязь. В общем, там на месте мы с вами решим. Так. Хорошо. Самое главное, что нам с вами топлива хватит. Вот это вот мне нравится. Так. Где-то... Вот тут вот так вот потихоньку, потихоньку. Да, я знаю. В комментариях вы мне говорили, что мало экстрима. Давай, типа, больше экстрима, больше переворотов. Больше потерь груза и всего остального. Вот. Но мне кажется, что это как-то не очень правильно. Ну, согласитесь. Ну, что за интерес потерять груз? Наоборот, интересно его не потерять. Вот. Ну, по крайней мере, у меня такое вот видение этой игры. Что все-таки здесь стараешься как-то... Так. Я думаю, что... Я думаю, что я немножко не прав. Вот так вот мы с вами должны сделать. Так. Вот. Я все-таки думаю, что здесь нужно доезжать. Доезжать и стараться все-таки не перевернуться. Стараться не потерять груз. Ну, и все такое вот проще. А если мы с вами хотим какого-нибудь экстрима, то, наверное, это нужно какую-то игру другую выбрать. Рэкфест, например. Вот. Есть альфа этой игры на стиме. Вот. Но опять это альфа, альфа. С альфами мы с вами уже сталкивались несколько раз. И знаем, что то сейвы там не работают, то игра не работает, то еще что-нибудь не работает. Вот. Но задумки, конечно же, хороши. Вот. И есть такие разработчики, которые не заканчивают даже на стадию беты, не переходят. Вот. Как эта игра с динозаврами. Помните? Дино как-то там она называется. Которые жаловались на разработчиков этой игры, которые выпустили альфу или бету. Не имеет значения особого. И просто свалили. Вот. Продали там 100 тысяч копий и свалили. И больше их никто нигде не видел. Поэтому покупать альфы себе дороже. Так. Вот оно, это место, которое мы с вами думали. Да? Давайте мы посмотрим. Но, в общем-то, отсюда большого выбора я не вижу. Да. Но тут, конечно же. Конечно же, такие дрова тут явно не пройдут. Здесь точно нам нужно будет с вами разворачивать этот прицеп. Здесь разворачивать и вон там он разворачивает. Если мы сунемся сюда. А если мы поедем вот сюда, то здесь можем завязнуть. И тут у нас дороги нет. Ну-ка, давайте еще разок. Поближе посмотрим. Вот тут вот проблема может быть. Проехать вот здесь вот и вот сюда. Ну что, экстрим, да? Вы говорили экстрима нет. Давайте экстрим сделаем. Перевернемся. Где-нибудь здесь. Или застрянем. Что еще хуже. Так, а какая тут у нас из этих дорог? Двух. Вот это вот так вот ведет. Это правильно. Вот сюда вот. Ну что же. Ладно, поехали. Давайте ехать. Давайте пробовать. Вот. Конечно же, я понимаю, что здесь у нас с вами тоже будет... Будет проблема с разворотами. С этим-то прицепом. Роспуском. Вот. Но мы с вами выбрали это. Мы с вами сами подписались на это все. Поэтому будем действовать. Вот таким вот макаром. Вон она, вон она. Смотрите. Ну буквально рядом, да? Знаем мы, знаем уже. Не раз обжигались на том, что рядом. И я думаю, что, наверное, не раз еще и обожжемся. Так. Поворот. Немножко. Поворот. Заключаем дифференциал. Поворачиваем. Я говорю, поворачиваем. Так. Хорошо. Теперь по прямой. Движемся. Дифференциал включаем. Лесопилка. Так. Стоп. Стоп машина. Есть, сэр? Как говорил Том Сойер. Так. А здесь вот у нас есть явный переворот. Явный. Вот. Если мы сейчас сюда поедем, мы скорее всего на уши станем. И тогда получим еще одно достижение. Еще одну ачивку. Так. Но я не вижу другого здесь варианта. Вот разве что прицепиться. Ладно. Давайте потихонечку. Буквально по чуть-чуть. Я попытаюсь проехать прямо. Не поворачивать. Сразу же. Вот. Буквально. Вот так вот. По грамму. Буквально. Проезжаем. Как я думаю, что так бы и поступал, наверное, да? Вот. Водители этого трака. А не летел бы. А ста чертяк в голову. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо. Это мне нравится. Это мне нравится. И хоть мы заехали с вами. Кто его знает куда. Но все равно пока что. Пока что мне все нравится. Так, 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 так. Так. Выключаем дифференциал. Поворачиваем. Давай, родной, давай, родной, ну. Хорошо. Вот. Хорошо. Пока что у нас с вами хорошо. Ну и... Уж чего там, да? Чего там юлить? Смотрите. Здесь, в общем-то, ровная дорога. Я, конечно же, буду очень удивлен, если у нас что-то не получится уже. Вот здесь вот. Вот. Судя по всему, все получится. Ну что же. Смотрите. Мы с вами сюда добрались. И, собственно говоря, если сейчас выгрузим дрова, вот, то эта карта у нас будет с вами закрыта. Но дело в том, что сегодня 27 октября. И сегодня же должен выйти был патч или обновление для этой игры. Я, откровенно говоря, ждал-ждал, но, к сожалению, не дождался. Вот. Поэтому, скорее всего, давайте мы с вами вот так вот сделаем. То есть, по идее, это должна была быть уже у нас с вами последняя серия нашего летсплея. Так. Приглушу я немножко. Вот. Но так как мне хотелось бы посмотреть на обновление, которое должно все-таки выйти, может быть, под вечер, не знаю. Вот. То мы не будем сейчас с вами заканчивать, выгружать дрова сюда. Вот. А немножко покатаемся. У нас с вами вот здесь вот есть модель А469. И вот на этой модели мы проедем по вот этой вот дороге, по которой мы, кажется, с вами не езжали. Или езжали. Или ездили. Ну, в любом случае, мы проедемся, посмотрим. Вот здесь вот интересно позаглядывать. Вот. Так скажем, немножко подтянем время. И если сегодня же выйдет обновление, то я, конечно же, сделаю это обновление. А, вот, смотрите. Вот же у нас с вами задача есть. Давайте мы это сделаем. Тогда откладываем вот эту вот штуку. Перемещаемся на вот эту вот модель. Вот. И обязательно привезем сюда еще два очка. Хорошо. Это хорошо. Это мне нравится. Вот. И когда выйдет обновление, мы обязательно с вами его посмотрим. Там говорят, обещают, вернее, что будет вид из кабины, это было бы вообще супер. Представьте, как здорово, да, из кабины смотреть. Вот. Тогда будет не грех и руль подключить, и на руле поработать, поездить. Вот. Тогда будет занятно. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно же, это обновление взглянуть на него. Вот. Для этого мы с вами сейчас немножко потянем время и сделаем еще одну серию тогда, заключительную, когда выйдет уже обновление. Вот. Как-то я так долго начал рассказывать, с одного на другого перескакивая. Но, тем не менее. Я думаю, что это правильное решение у нас будет с вами. Вот. Да и, откровенно говоря, вот, я не знаю, я не знаю, как вы, но для себя я еще не наигрался в эту игру. И уж очень она такая, знаете, необычная, так скажем. Вот. Она необычная и довольно-таки хорошо проработанная. Даже, скажем так, без каких-то там, возможно, да, возможностей. Вот. Автология такая. Но, тем не менее, эта игра просто суперская. На голову выше других таких вот подобных игр. Да я даже, откровенно говоря, и подобных игр-то не знаю. Вот. Везде то какие-нибудь гонки, тот же Рэкфест, да, или Флэтаут, или еще какое-нибудь такое вот дерби непонятное. А здесь мы с вами и зарабатываем, и катаемся, и пытаемся решить, как где проехать. В общем, здорово. Так. Давайте смотреть. Вот у нас есть дорога, по которой мы никогда не катали. Мы можем вот здесь вот так вот немножко срезать. Вот. И потом вот так вот поехать, да, потому что... Ну, или вот здесь можем проехать. Я эту лужу ненавижу. Просто ненавижу. Я не хочу с ней никакого иметь дела. Я, наверное, все-таки вот так вот сделаю. Вот давайте как-то... Вот сюда мы доедем. Посмотрим, где мы там окажемся. Вот. И поедем так. Лучше... Я лучше объеду ту лужу, потому что... Ну, не подводная это у нас с вами лодка. Хоть и выглядит вроде бы как... Да. Как подводная лодка. Да. И не выглядит, конечно же, она подводной лодкой. И не действует она как подводная лодка. Вот. Поэтому и не хотелось бы мне нырять в лужу. Какой закопченный сзад у нас с вами. Вот. Нечасто мы с вами ездим без груза, без... Без какого-нибудь, да. И вот не видим, что отсюда дым идет из выхлопных труб. Да нет же, выхлопные трубы вон они по бокам. Даже не знаю, что тогда у нас зад такой закопченный. Кабины я имею ввиду. Странно. Действительно странно. Странно, но да ладно. Закопченный так закопченный антуража додает. Так. Это что у нас... Это куда мы с вами? Интересно. Да ладно. Да ладно, не может быть. Не может быть, чтобы это было вот так вот. Смотрите, какая тут глубина. Тут все синее. Да это все вранье. Зачем туда заезжать кому-то? Давайте посмотрим. Вот, как раз может быть ачивку получим. Утопить автомобиль. Грузовик. Вот. Но специально не хотелось бы мне, откровенно говоря, топить его. Вот. Но посмотреть... Ну, скорее всего, тут будет глубина просто потрясающая. Главное не застрять в этом всем. В этой всей красоте. Вот. Пока что мелко-мелко. Мелко. Вон он гаражик. Да, вон он рядом. Красавец. Оп. Стоп. Назад. Едем назад. Все. Вот. Рядом дозупний мед, как говорится. Красавец. Корабль. Да. В общем, мы видим с вами, что здесь пытались водители сюда было тоже соваться. Мерили глубину. Но назад потом выезжали. Вот. Судя по всему, по вот этим вот колеям, которые они оставили, они ехали назад. Вот. Ну, приблизительно, как мы с вами сейчас. Поэтому ничего удивительного. Если бы у нас с вами были очки ремонта, вот, можно было бы рискнуть промерить глубину. Но это совсем уж, да? Это тогда нужно делать еще одну серию. Вернее, даже не серию. Это что-то будет... Ну, как. Это будет часть, но это не будет частью летсплея. А что-то типа сломай машину. Да, утопи машину. Вот. Перевернись. И все остальное такое. Так. Хорошо. Давайте смотреть. Мы с вами находимся на развилке. Развилка у нас с вами пошла туда и пошла вот сюда. Нам нужно сюда. Вот так вот. И потом вот оттуда мы вот так выйдем. И вот здесь выйдем. И дальше поедем. Окей. Хорошо. Так, включаем свет. И погнали. Вот. Опять же, мы можем сейчас с вами, ну, довольно-таки бодро ехать. Не опасаясь особо сильно переворотов, потери груза, которого у нас с вами нет, или отлетания колес, да. Если мы наедем на какой-нибудь булыжник. Кстати, вот как раз об булыжнике подумал и вспомнил, что еще есть одна там ачивка. Да их там много, этих ачивок, которых мы с вами не дополучили. Мы там получили всего что-то около шести. Вот. А есть еще ачивка сломать тридцать больших деревьев. Вот. Как бы это так странно. Я прочел эту ачивку и как-то немножко был удивлен. В общем-то, как можно сломать огромное дерево. Это только со всей дури. Вот. Я другого слова не подберу. Со всей дури в него врезаться. Вот тогда, наверное, оно сломается. Разогнаться, да. И врезаться. Опять же, можно все это попробовать. Этот, скажем так, скажем, выпустить серию за кадром. За кадром и обновления одновременно посмотреть. Вот. И ломать там все. Все деревья ломать. Переворачиваться. Ломать грузовики. Может быть. Может быть. Так. Давайте вон туда поедем. Кажись, даже. Дашь или не дашь? Не дашь. Нам нужно ехать наоборот. Вот сюда. Вот сюда. Потом вот сюда. Вот так вот. Вот. Хорошо. А то бы мы с вами тут заехали. На ночь глядя. Так. Так. И здесь поворот. Вот сюда. Да. Да. Так. Это дерево сшибать нам не получится. Слишком низкая скорость. Для того, чтобы его сшибить. И попробовать. Раз мы же с вами все равно в гараж едем. Разогнаться-то где-нибудь здесь вот на обочинке. Найти дерево. Врезаться в него со всей дури. Посмотреть сколько урона будет нашему грузовику. Вот. Но я, конечно же, не думаю, что даже если нам с вами понравится вот такие вот деревья сшибать. Вот сейчас бы где-нибудь вон, да? Но мы, наверное, скоро сейчас потеряем. Ну-ка. Да, куда там. Конечно же, лучше было бы с горы врезаться в него, а не на гору. Ну ладно, у нас с вами еще есть шанс. И, кстати, мы и урона, собственно говоря, не нанесли нашему грузовику. Ладно. Где-нибудь здесь найдем. Тоже такое вот крупное дерево. Вот просто ради интереса. Раз уж мы с вами едем в гараж и там нас поремонтируют. Вот. То почему бы это не провернуть? Такой вот интересный, да? Финт ушами. Смотрите, как буквально из-под земли вылезают камни. Круто. Никогда не видел такого. Занятного. Так, у нас вот тут вот тоже лужа вроде бы на глубокое было. Лучше ее, я так думаю, что объехать. Да, вот смотрите. Был бы груз, уже бы финт ушами действительно сделали бы мы с вами. Так, ладно. Вот у нас есть шанс разогнаться по ровной дороге и там где-нибудь найти дерево. Березку какую-нибудь. Или осинку, которая будет нам дорогу с вами перебегать. Давайте едем. Вот, опять же, я на автомате, потому что пока я буду переключать эти скорости, уже потеряется и скорость, и все нужно будет начинать с самого начала. Поэтому автомат за меня переключает, и мне это нравится, откровенно говоря. Вот, пока что мы с вами каких-то особых таких проблем не испытывали с этим автоматом. Все он правильно переключает, все правильно делает. Вот, мне советовали там один плюс постоянно включать. Но, как оказалось, с места мы с вами не тронемся на один плюс. Это если мы уже с вами и движемся, то тогда нужно его включать. А какой смысл ее включать, если мы уже с вами движемся? Вот, я особо не вижу смысла. Если бы был какой-нибудь один минус, да, например, какая-то тихоходная, которую можно было бы включить, если мы с вами застряли. Вот тогда да, тогда интересно. Вот, ну а если мы с вами едем, зачем еще голову морочить и переключать передачи вручную? Вот, заради реализма, да, согласен. Заради реализма тогда нужно и на руле ездить, так скажем, и педали использовать. Вот, я же использую клавиатуру, в данном случае мышку. Поэтому, какой тут реализм? О чем вы говорите? Так, мы хоть туда едем? Я как-то заболтался немножко. Да, мы с вами едем туда, куда нам нужно. Хорошо. Вот, довольно-таки длинный, длительный путь у нас с вами. От гаража, ну так, через всю карту же. Действительно, через всю карту. Еще два очка и у нас с вами открыт гараж. Вот, и, к сожалению, как я уже сказал, не получается у нас с вами сделать 30-ю. Последней серии будет у нас там 31-я или 32-я. Но я надеюсь, вы не сильно расстроены по этому поводу. Тем более, что я говорил, что все-таки не наигрался в эту игру. Сам для себя, не знаю. Она уже давным-давно вышла. Я понимаю, что уже многие в нее сыграли по 10 раз. Уже и забыли об этой игре. Вот, но я как-то, когда выходит новая игра, да, тем более, что она без какая-нибудь альфа, бета, там, или еще что-нибудь такое. Вот, всегда хочется дождаться каких-нибудь патчей. Вот, чего-нибудь такого. Которая улучшит эту игру. Вот, чтобы она не была такой уж сырой. Тот же самый X-Reverse, как вы помните, да? Который вышел. Вот. Вот, да, в него играть можно, но лучше этого не делать. Потому что там, но она до такой степени сырая. И это не была бета. Это уже вышла первая версия, насколько я помню. Вот, в данном случае уже у нас с вами есть версия 2.5 этого X-Reverse. И на форумах люди пишут, те, которые играли, те, у которых сил хватило играть во все это, пишут, что теперь эта игра вполне играбельна. Что там можно что-то делать. Вот, не вызывает неприязни сырость этой игры. Вот, вроде бы как она значительно похорошела и похожа на игру X-3. Если вы играли, если вы знаете об этом. Это все космические симуляторы. Торговца в жизни, так скажем. Ну, я не знаю, мне нравятся игры, в которых нужно выживать. Вот. И не обязательно выживать как-то, знаете, в каких-то там трудных ситуациях. Просто вот жить. Жить в игре. Это как сим тот же самый, да. Любая игра как сим. Вот здесь вот это тоже мы с вами делаем. Хоть несмотря на то, что и не выходим из автомобиля, а просто ездим, но тем не менее. Так. Ну что же. Я вижу, что время у нас с вами вышло. Я так думаю, что ночь на дворе. И я доеду, наверное, все-таки за кадром. Вот на этом автомобиле. Станем мы там где-то с вами перед гаражом. Не очень далеко. Вот. Чтобы хватило нам времени на еще одну серию. Как раз на последнюю. И смотр обновки. Ну и также в комментариях высказываетесь... Я уж говорил, да. Хотите ли вы продолжение Spin Tires? Или все-таки уже что-то новое? Более хотите? Вот. Тогда, если вы не хотите продолжения, я буду для себя играть просто. Играть, да и все. Без видео. На какой-то другой карте, конечно же. Широкая река там у нас, кажется, есть с вами побережье, да. Вот. Есть несколько карт, которых мы не видали. Или я не видал. Вот. Если же вы выскажетесь за то, чтобы продолжать. Ну что же, тогда продолжим. Может быть, не так много у нас будет серий в неделю выходить. Может быть, всего две. Вот. И какую-нибудь другую игру посмотрим. Ну как другую? У нас с вами FS15 выходит. Вот, 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 на днях. Его мы по-любому, по-любому с вами будем играть. Вот. И, наверное, на первых порах даже много будем играть. Самое главное, чтобы багов не было. Вот. А эту тогда, если вы выскажетесь за... Будем играть пару. Раз в неделю. Может, раз. Может, два. Может, длиннее серии. Посмотрим, короче говоря. В общем, я буду на этом с вами прощаться. Пишите. Отпишиваю. Отпишитесь в комментариях. Всем удачи. Всем пока.